Дом 2 А тем, кто полюбит друг друга, каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2. Как построить любовь на ТНТ. Здравствуйте. Я Ксения Собчак. А я Ксения Бородина. И это телепроект Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга. Вчера произошло несколько важных событий. Солнце и Елена Беркова уехали в Москву, чтобы выбрать ребят для участия в нашем телепроекте. И результаты их поисков мы скоро узнаем. Женя Абузяров почувствовал себя плохо, и мы отвезли его на медицинский осмотр. Ну а Роза Кулаян ушла из лагеря, и сегодня ей на смену придет новая участница. Вечером ребята выберут девчонок, которые им нравятся. У новенькой есть всего лишь один день для того, чтобы привлечь их внимание. Интересно, сможет ли она добиться симпатии хотя бы одного парня. Сегодня 44-й день телестройки. Саша Титов и Наталья Веретенникова провели свою первую ночь на едине в пятизвездном домике. Ведь вчера наши участники решали, кто из влюбленных пар должен жить отдельно. Две самые давние и авторитетные пары, Романа Третьякова с Леной Берковой, а также Оскара Каримова с Ольгой Кравченко, ребята не решились выселить. А вот Сашу Нелидова и Солнце отправили в общежитие. Произошла и еще одна рокировка. Лагерь покинула Роза Кулаян. Она почувствовала, что не сможет найти здесь свою любовь. А на ее место должна сегодня приехать Маша Петровская из Таганрога. Наши участники уже знакомы с ней, ведь парням не так давно пришлось делать выбор между Машей и Розой. И хотя победительницей тогда стала Роза, Мария сумела таки дождаться своего звездного часа. Сейчас Маша, по-моему, приедет. Реза сказала, что нужно как-то ее встретить. Мы ее устроим по священию вечером. Я буду ревноваться. Маша, я буду ревноваться. Ребята, как и обещали, выбыла Роза и пришла на ее смену Мария. Землячка Романа, поэтому такие объятия не обращайте внимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, сейчас у нас тройка. Мария, я тебя оставляю, так как у тебя первый день, да? Нужно проверить твои кулинарные способности. Субтитры создавал DimaTorzok Доволен? Доволен? Ну да. Ну да. Ну что ж, а еще Николь и Нелитов, значит, вы едете за продуктами. Ну а остальные пойдем на стройку. Ты любишь готовить? Знаешь, честно говоря, я не умею готовить. Но тебе будет лучше и легче. Если ты будешь говорить, что делать, я буду это делать. А потом я научусь. И буду очень стараться. Молодец. Хороший подход. Сегодня мы с вами продолжаем засыпать фундамент веранды. Обратите внимание, что засыпать песок нужно не выше уровня фундамента. Вот он, видите? Потому что сверху на него мы положим утеплители. Блоки пенополистирола. Ну что ж, приступаем. Пасторонись. 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 Притрамбовываем. Утрамбовываем. Не утрамбовываем, а притрамбовываем. Сына, сына. Ну, как извелось. Острейчиво. Есть фильм «Газонокосильщик», а мы про вас снимем «Газон притрамбовальчик». Быстро. Степа, удачи! Степа, неудачник! Что? Убей себя! Ну, пости. А Степа, осел! Степа, не осел! Ой, ой, знаешь ли, очень свежая информация, что Степа, осел. Саша, Николь, готовы? Ага. Давайте я спровожу до ворот. Сами понимаете, на вас лежит большая ответственность купить продукты. Вот, тем более, Саша, ты вчера сам заикнулся о том, что продукты не те, мол, покупаем. Поэтому я тебя, как опытного уже... Специалиста? Да, опытного специалиста, отправляй сейчас за продуктами вместе с помощницей, которая сейчас там убиралась Николь. Все, ребят. Что тебе привезти, Ксения? Потому что женский взгляд в этом вопросе должен быть обязательно. Ну, тебе я доверяю. Ну, давай, все, что я вам числю. Мороженого привези вкусного. Хорошо, все, да. Давай. Эй, уроды! Саша, пошли! Пошли! Степа, Малючка! Степа, афу! И убей себя! Я попробовал машины титки уже! Где титки? Машины! Че, че? Потропал титки! И как? Это утра, я лекция! Степа! И как? Понравилось? Смотрите, посмотрите, Машину. Дай другим потрогать. Давай, твои. Смотрите, Машины! Они готовы! Они же готовы! Не ждите, подруга! Меня в прогулке! Я буду ждать тебя в засаде! У нас все будет! В Шикарте! Я хотела сейчас от вас услышать сценарий, как изменит Маша вашу жизнь. Вот пусть каждый из вас сейчас пофантазирует на эту тему, начиная с романа. Может быть. Наверное, даже не может быть, а скорее всего, в ближайшее время она найдет себе того человека, которого ищет, или тот человек, который ищет, ее найдет. Вот. Даже подразумевает. Я о ком подумал? Я подумал о Степе. Да, о Степе. Они могут спеться, потому что, что Степа не отличается неординарностью, так отличается, вернее, неординарностью. Что Маша, то есть ход мысли, и как бы сама речь ее, да, она как бы примитивна, но за счет этого она очень прикольная. А почему ты сказал, что Степан, а как же Ольга? Он же за Ольгу ухаживает, Бузовой. За Бузовой? Да. А как же я? А тебе нравится, Степа? Да. А что ты медлишь? Я имею в виду другое. Что другое? Ну, у тебя с России вопрос. Делай с ним пару. Почему ты медлишь-то? Паришь парня мозги. Я не понимаю. Вообще сучкой любимой называют. Ну, а ты берешься просто, Степа. Оль, будешь бороться за Степан? Нет. Почему? Ты медлой человек? Нет. Оль, как ты думаешь, с приходом Маши что изменится? А, ну, я могу так сказать, что последние дни у нас лагерь пребывает в каком-то вомебанном состоянии. Не знаю, что я говорю так, как я считаю. Какие-то все соны. Два раза уже проспали все подъем. То есть нет вот такой вот живучести. А эта девушка своим появлением, она как-то всех вот, может быть, спогвинет на какие-то действия. Не знаю, какой она человек. Мы это посмотрим. То есть сейчас догадывать сложно на 100%. Но я считаю, что она приживется в нашем коллективе. Человек, можно сказать, что он может разбить пару. Потому что в душе она может чувствовать какую-то... У нее есть что-то такое, хватка. У нас лиса как-нибудь? Вот по первому признаку. Ну, сейчас, видите, человек пришел в внешний мир, и сейчас всех концентрации на ней. То есть это новые темы на разговорах, это новые какие-то переживания, новые взгляды на нее уже. Все будут смотреть на нее и ощущать новые события. Правильно? Она хитрая? Да. И значит, я не знаю, она хитрая или нет. Это мое первое мнение на ее. То есть как я ее вижу. Правильно? И то, что... Знаешь, она тебе понравилась? Нет, это не мой вкус. Сразу говорю. Так, блин, как человек я ее не вижу. Как человек? Да. Мы еще не общаемся. Ну, я не знаю, но это не мой тип женщин. Значит, тебе можно за ручку подержать? Я сейчас могу так сейчас, значит, орать. Почему ты не можешь? Почему я должен дойти? Итак, мальчики, есть ли среди вас претенденты на Марию? Давайте за 250 рублей мы купим у вас килограмм каждого яблока. Так мы делаем. Давай. Я тебе нравлюсь, да? Но мне же не нравится, что ты не хочешь. Поэтому полоники держим на месте. Хорошо. Вот смотри, я сейчас стесняться не буду. Да? Я могу не стесняться, но меня стесняет то, что стесняешься ты. Я не стесняюсь вообще. Твоё поведение. То, что ты как бы немножко замыкаешь, у меня это замыкает параллельно. Нет, я не замыкаю. Да? Послабо. Значит, тебе можно за ручку подержать? Вот, хорошо. Что еще можно? Ничего. Ну, пидач. Я могу приблизить, узнать, за кем он станет. Кто? Нелидов. За он уже? Да, за Николь он станет. Не вижу, за Николь станет. Ничего он не станет. Чего ты это взял? Мне так кажется. Думаешь, за Шорсу стоит? Конечно. 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 А что ты взял, что он за Солнцем не станет? Не знаю. Да, есть сомнения. У меня никаких сомнений нет. У тебя нет? У нас есть? У меня есть. А если бы я кое-что увидел просто? Я тоже не знаю. А если бы завтра проголосовали против Солнца, большинство? Что делал? Ушел бы спать там? Сам я не ушел бы. А ты Солнцем не рассказывал? Нет. Зачем? Я просто, знаешь, как рассуждаю, что зачем зря тревожит человека расстраивать? Если как бы все равно ничего не получится, зачем, чтобы человек просто так знал что-то, что ему не надо знать, чтобы что-то расстроить. Потому что, естественно, все это, как бы я держу секреты и собираюсь ни с кем рассуждать. Мне кажется, все против нас с Солнцем. Просто Солнце для многих темная лошадка, понимаешь? Она вроде бы такая хорошая и милая. В то же время она может быть очень агрессивной и непредсказуемой. И из этого никто не знает, какая она на самом деле. Она пугает людей? Да. Ее все боятся. Ну, может, не все. Вот Оля будет у вас на кого-то, что она не боится ее. А как тебе вообще? Наши пары, Солнце. Наши пары? Ну, начнем с того, что очень мало кто верит в искренность, кроме меня, в наших отношениях. Встанет за Солнце нормально? Да. Не встанет, тогда... Разница какая? Мы же не завершаем судьбу чего-то, правильно? Правильно. Сами встал. Давай. Дамочка. Милочка. Мне это все сказала. Что? Это все сказала. Потому что ты узнал, что на их болеет уже болит. Дело не в этом. Абсолютно. А в чем? Дело-то. Почему ты так со мной разговариваешь? Не, а в чем дело-то мне объяснишь? Ты можешь лицо попроще сделать? Ну, я что-то видел у вас на лице. А ты вот не думаешь, почему у меня такое лицо? Нет. Тихо. Подумай. Ну, что вы прям, я не знаю, а? Что вы прям, я не знаю? Я ничего. Ты, ну, ты, ну, почему нас никто не встречает? А мы первым шоколадом ничего не приняли. Привет. Привет. А! А! Чего? В шоколадках. Здравствуй. Я так рада, что ты скучала. Да, я скучала. Вот это вот, вот это вот прочитай, вот это до сих пор. Чего, Саня? Это что, с намеком, что-то типа? Вот этот кусочек, нижний. Да. Ой, Сань. Знаешь, что, блин, ты веришь? Может быть, специально это все равно, она и так же и мне говорила. Ну, все, мы сами. Это на этом не зациклились. Именно это. Это в любом случае прояснится. Может быть, это скажет на том, что она без поры. Надо как-то себе кого-то верить. И тем более, если человек знает, что у вас не контакт, что-то, она, естественно, каким-то путем будет тебе к себе как-то постараться. Может быть, и это. Ну, в данной ситуации, да, если она тебе семинается, ну, это. Ну, нет. Ну, опять же, видишь. Ну, да. Приехал за одной, да, 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 да. Шел в другой, да, да. Да, почему бы и нет. Может быть, и это. Да. Как вы сегодня съездили-то? За продуктами. Можно куда-нибудь на собой так? Потому что мы решили это исправить. Как бы, конечно, кое-что начало договориться, что мы слишком долго ездили за продуктами. Но мы бы сказали, что мы, да, действительно, были просто в рынке. Вот, мы были в кафе. В кафе. Да, ладно. Да, поехали. Я нечего так делать, скажи. Мы сидели и разговаривали. Сначала разговор как-то не плился, было неудобно. Вот. Ну, а потом уже что-то так провела на откровенность. Ну, в общем, так что... Ну, как, ты сама довольна поездкой? Ну, я довольна, да, мне понравилось. Мне понравилось, что мы выбрались, как бы, из дома. Вот, чтобы, пусть даже таким образом, ну, как бы удалось побыть поедине. Очень приятно, что он мне за ручку держался. Да. Ну, опять-таки, он, конечно, почему-то настаивает на том, что вот он верный мальчик и все такое прочее. Да? Ну, а ты сама чувствуешь, как вот на сегодняшнем выборе симпатии он все равно станет за солнцем? Я думаю, что станет он за солнцем, но я также думаю, что есть смысл бороться. Ну, там надо выяснить, что он, Наташа. Да. Вот, это раз. Во-вторых, понимаешь, сегодня будет выбор. Ну. Ну, этот выбор же не окончательный. Ну, да. Ну, им это еще много. Да. Это в любом случае остается шанс. Чем больше человек нравится, почему бы нет? Ну, я у него там вообще ничего плохого не вижу. Не могу. Ай, ай, не родяй меня. Не может быть. Чего тут так? Ну, да. Сейчас приехали. Кто звал? Ну все, не привезу тебя, Жениха. Не поли контору. Что, клемся? Целуй. Сколько народов было? Много. Нафига? Очень интересно, да. Привет. Здорово. Машка вот интересный был. Как был-то? Хорошо. Было так хорошо. Выклевся. Приехали. Солнце. Нормальных женихов подскали. Там невеста тоже. Нормальные жениховы бабы. Хорошо. Надо соскучить? Да. Зиншляк там, все ништяк. Дядьки такие прижатые. Ну мне Зиншляк нравится. Все девчонки на проекте классные, но больше всего я предпочтение отдаю Зинаиде Шляк. Ооо, сколько у меня фанатов. Как же будем определяться? То есть уже определились Зинаидой и все. Ну не то, чтобы до конца определился. Просто эта девушка одна, единственная на проекте, которая... С четвертым размером груди. Да не совсем. А подарки интересны? Мне? А тебе? Интересно. Я тебе подарки. У меня подарки. У меня подарки? У меня тебе подарки. О, спасибо. Как я могу смотреть на тебя иначе, если я ничего не вижу в твоих глазах? У меня ниже... В твоем поведении ничего такого, чтобы совпадало с твоими словами. Не злись. Я не злюсь. Угу. Если ты так говоришь, значит ничего бы не было. Ни в тебе, ни в твоей голове. Понимаешь? Да. Хорошо. Да. А так оно и есть. Ну я поняла, что по-другому с тобой я не смогу разговаривать. По-другому как? Как хотел с тобой по-другому поговорить? По-другому, когда сесть и нормально все. Ну, ты не знаешь. Как я могу... Если ты не хочешь подойти со мной, подойти ко мне и сказать, Саша, давай с тобой поговорим, потому что что-то у нас где-то самое... что-то не то происходит. А ты этого не хочешь? Почему ты от меня этого ждешь? Я сейчас могу так, значит, орать. Почему ты не можешь? Почему я должен отойти? Ты мне объясни. Саша, тебя хочу попросить одну. Не вставай сейчас сзади меня, хорошо? Пожалуйста. Ты вообще ничего не можешь делать. Спасибо. Все. 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 Ты не можешь. Все. 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 Несмотря на то, что у нас сегодня плохая погода и идет дождь, нашим мальчикам нужно сделать выбор своей возлюбленной. Сейчас я попрошу выйти Зину на два шага вперед. Кто-нибудь готов подойти к Зине, выбрать ее? Сейчас я хочу попросить Машу сделать два шага вперед. Для Марии это впервые, поэтому, может быть, сейчас будет какая-то неожиданность. Итак, мальчики, есть ли среди вас претенденты на Марию? Ух ты, ничего себе! Смелый рыцарь! Маша, между прочим, Степа тебя ждал целую неделю. Сынишь? Конечно. Как ты думаешь, почему Степа? Я думаю, потому что у него нет пары. Ну, Степа хороший человек, но я хочу его узнать лучше. Узнать лучше, да? Степ, почему ты сделал такой выбор? Мне очень нравится Маша, ее живой, веселый характер. Она очень обаятельная, симпатичная. Но одно мне не нравится в ней. Что не нравится? Это ее Мишка, который говорит, I love you! I love you! Степа, надеюсь, что это не Мишка будет говорить, а ты впредь. Да. Ну что ж, а сейчас я хочу, чтобы два шага вперед сделала Солнце. Есть ли среди вас кто-нибудь, кто хочет выбрать Солнышко? Я бы выбрал бы. А почем? Почем, девчонки-то? Чем ты торгуешься? А ты пози спрати, она тебе, может быть, сама скажет. Ну, что, мне нравится. Целуй тогда, если нравится. Сейчас я хочу попросить Кравченко Ольгу сделать три шага вперёд. Молодые люди, есть ли среди вас принц, который хочет пойти к Оленьке и завоевать её сердце? Да, я. Завоюй давай. Есть такой принц. Чем будем завоёвывать? Все, чем можно. Все, что можно там. Любовью, отношения. Сейчас хочу попросить Ольгу Бузову сделать три шага вперёд. Очень так, по-модельному. Кто хочет покорить сердце этой модельки? Есть такие люди? Таких людей не оказалось. Оль, для тебя это странно? Нет, не странно. То есть ты знала, что так будет? Да. И даже то, что Женя Бузяров не подойдёт, ты знала? Ну, ваши же условия. Ты подходишь к человеку, если ты знаешь, что завтра ты его приглашешь на свидание, что ты будешь создавать пары, что пара она будет. У нас, Женя, не будет пары. Ну, иди ко мне. Будем стоять вместе. А сейчас я хочу, чтобы сделать три шага вперёд, Наталья Веретенникова. Хорошо. Молодые люди, есть ли среди вас хоть кто-нибудь, кто готов подойти к Наталье Веретенниковой? Так неожиданно. Без комментариев. А почему вы смотрите в разные стороны, друзья мои? Чего? Как будто вы чужие. Наташ, ты ожидала? Да. И? И ничего. Без комментариев. Наташ, ты рада выбору, Александр? Да. Ксюш, можно попросить? Без комментариев. Сейчас я хочу попросить Николь подойти. Молодые люди, есть ли среди вас желающие подойти к Николь? И, возможно, в будущем создать в ней пару? Нет таких. Николь, иди ко мне. Что ж, ну осталась у нас Елена Беркова. Мальчики, выбор остается за вами. Либо она подходит ко мне, либо кто-то из вас подходит к ней. Ну, страшненько она уйдет. Хорошо, пойдем. Ром, ну придется, что ж теперь делать, да? Куда же, я уж трех не осилию сегодня. Я тебя выдаю. Ром, отдохнул за два дня от Ленки? Нет, я соскосился. Жень, я понимаю, что на нашем проекте нет той девушки, с которой бы ты хотел создать пару? Есть. Кто эта девушка? Ольга Бузова. Тогда почему ты к ней не подошел? Ну, она попросила не подходить, я не подошел. Оль, можно как-то это прокомментировать? Я просто честно по отношению к нему себя веду, и веду честно по отношению ко всем другим. И Женя, я как бы говорила и не раз. И он это прекрасно понимает. Я просто не хочу, чтобы не было недопониманий с вашей стороны, с моей и с его стороны. Отлично, но получается так, что в Гене нет больше надежды. Правильно? Ну, я так считаю, что да. Николь, ты что-то хочешь сказать? Да нет. Ну, ты же знала же до этого в виде программы, что нет молодого человека, который бы тебе здесь нравился. Или он есть? Ну, он есть. Ты по-прежнему будешь скрывать его имя? Ну, я просто не считаю нужным как бы об этом говорить. Ну, ты не будешь добиваться этого человека. Ну, что, ну, буду, наверное. Будешь? Ну, желаю тебе удачи. Ты просто... Нет. Ай, ну что, не знаю, ты, 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 что, ты, красавица. Что делать? Это жизнь. И надо жить так, как считаешь нужно. Ты как каменный. Угу. Не знаешь, как к тебе поступим вообще подступить. Ты пробовал. Начнем с этого. Пробовал, Саша. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, свое решение. Я думаю, что но это есть не место. Угу. Ну, раз ты так думаешь, значит, действительно это так. Раз я думаю, а ты что думаешь? Ага, мне больше ничего не надо знать. Я оставлю свое мнение при себе. Хорошо. У тебя есть во мне разочарование? Есть. Угу. Значит, смысл. Да и пять. Женщины с идеальным иммунитетом. Больны только одним. Телевидение. Встречайте, Ксения Бородина и Ксюша Собчак. Тема, она очевидна сегодня, да? У нас приехала наша Машенька, которую вы, кстати, очень хорошо встретили. Какие-то плакаты написали. То есть явно вас этот приезд удивил и обрадовал. Давайте начнем со Степана. Маша отличный человек. Это я заметил сразу же, как только увидел ее. То есть неделю назад, полторы недели назад. Вот. Но я человек слабый. И поддался давлению коллектива, которые всячески меня толкали к возникновению дуэта с Машей. И поддался этому дуэту. Жалеешь об этом? Ни капельки. Маша, а скажи, пожалуйста, ты не держишь зла на тех, кто в прошлый раз проголосовал против тебя? Нет. Это даже меня многому научило. Я о многом подумала. Поняла свои ошибки. Когда я пришла, честно говоря, я не ожидала такого встречи. Я думала, а, что ты пришла, короче, мы тебя же видели. Что ты тут делаешь? И когда я зашла, и тут так, плакаты вообще в шоке сейчас. Я даже не поняла, что ты ко мне тут все относишься. Тебе приятно было, что Степан к тебе подошел? Да, очень, очень приятно. Я за это просто... Он меня поддержал так. Мне очень-очень приятно, честное слово. Но он тебе нравится как мужчина? Как мужчина? Нравится. Он очень внимательный. Ну что ж, спасибо тебе большое. Давайте дадим слово Наташе. Наташенька, ты очень грустна сегодня. И как-то, не знаю, не нравится мне твое настроение. Что-то у тебя случилось? У вас какой-то внутренний конфликт? Какая-то такая бытовая ссора? Да, у нас конфликт. Ссоры не бытовые. А какие? На какую тему у вас конфликт? Недопонимание. Ну смотри, еще вчера ты радовалась вселению в домик. Мы так прекрасно с вами разговаривали. Сегодня совершенно другая насчет. Это было вчера. Что произошло за эту ночь? Собственно говоря, особо ничего такого не произошло. Но сегодня на выборе возлюбленных вы просто отказались комментировать свой выбор. И по лицам вашим было видно, что вы расстроены, что у вас что-то происходит. Мне кажется, что мы все здесь находимся... Да, я встал за Натальей, потому что я посчитал нужным. Мне надо выяснить сначала с человеком отношения, обсудить все, а потом уже делать какие-то выводы из этого. Ты выяснил? Да, я выяснил. Что ты выяснил? Ну что у нас происходит в недопонимании? Мы просто делали в том, что, во-первых, попал в домик, это сделали поспешный вывод. И мы еще не разобрались, во-первых, в своих чувствах. Но я думаю, что и не разберемся. Подожди, что значит не разобрались в своих чувствах? Ну мы не подходим друг к другу. Потому что получилось так, что я когда начал все ближе и ближе познавать Наталью, немножко у нас начали происходить недопонимания. И я считал, что... Ну какая она, Саша? Ну понять не может, что тебе конкретно в Наташи не нравится. Чего ты ожидала, что получилось? Какие минусы в ней? Минусы. Минусов нет в ней никаких. Просто... Ну не мой человек, вот все, я это понял. То есть ты хочешь сказать, что это не твой человек? Да. Хорошо, Наташ, вот ты так сидишь, улыбаешься и ничего не говоришь. Все же я... Саша сейчас говорит о тебе, может быть, ты хочешь... Я это уже выслушала. Я понимаю, но просто выслушать, мне кажется, в этой ситуации, когда обсуждают тебя и ваши отношения, у тебя должно быть свое мнение на это очень. Можно вот вообще... Ну не хотелось бы вот сейчас, это все опять мне... Мне это неприятно, не хочу об этом говорить. Нет, не хочешь человек, а мы не хочешь управлять. Ну что у нас не получилось? Это жизнь. Люди сходятся, люди расходятся. Я думаю, что ничего страшного. Я думаю, что Наталья найдет того человека, который... Но вы действительно решили уже разойтись? Может быть, все-таки мы вам дадим время подумать над вашим... Я для себя решил так. А ты, Наталья? Я считаю, что домик должен освободиться. Ну что ж, хорошо. Тогда давайте сейчас решим, какая пара заселится в домик, если вы его освобождаете на данный момент. Вот у нас есть две пары, которые живут в домиках. Кроме этих двух пар, кто-то себя может назвать парой сейчас? Да. Вы. Да. И вы. Мне кажется, Степа, Маша. Значит, не тебе кажется, Саш. Я сейчас спрашиваю тебя, вы себя считаете парой? Вы будете претендовать на домик или нет? Хорошо, я так понимаю, что... Хорошо. Ты там одна будет жить? Нет, голос семьи я, хорошо, да. То есть, а как ты туда... Мы уже бы советуемся. Нет. Затащишь. Он мне, так скажем, по лицу не особо туда идти-то хочет. Он просто... Ему не нравится, когда его перебивает. Вот и все. Его никто не перебивает. Давайте дадим сказать. Александр, вы, может, что-то скажете или нет? Мне не нравится мое социальное поведение, что меня не понимают. Хорошо. А у нас еще, я так понимаю... Я хотел сказать, просто у нас не дошло очереди микрофона. Хотел объявить нас парой сегодня. Могу подпишись? Хотел сказать за весь день, то, что произошло, и объявить парой. Ну что ж, отлично. В принципе, все сказали. Я думаю, сейчас уже не интересно. Ребят, мы вас поздравляем. Супер. Ну, мы пока не готовы, Саша. Домик вы не готовы? Нет, пока нет. Нет, пускай ребята. Ну что ж, хорошо. Получается, что у нас есть пара Александра и Солнце, и кроме них претендентов на домик на данный момент нет. Я правильно понимаю? Мне не нравится, что я Солнцу делаю больно, но я не знаю, как не делать больно Солнце. Саш, ты хочешь селяться в этот домик или нет? Нет. При всем уважении, Ксения Собча, я не люблю отвечать на глупые вопросы. Почему это глупые вопросы? Я сейчас не вижу по твоему состоянию. Если ты не готов, то ты должен об этом сказать. Недостаточно ответа одного Солнца, Саш. Понимаешь? Понимаю. Ну что ж. Если ответа нет, то домик у нас сегодня остается свободным. На этом мы прощаемся с вами. Увидимся завтра на телеканале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Настрой свою любовь. Солнце, я хочу, чтобы вы дым все лет. Да, Николь, конечно. Сейчас я не буду ничего сказать. Ой, ну прекрати, ну чего? Ну что у вас происходит-то, а? Пойдем. Прости, Сонцы. Ну что, ты поняла меня? Я просто не могу. Солнце, я хочу, чтобы вы уходите. Ухватит. 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 Все хорошо. Все хорошо. Прекрасно. Я же тебе говорила, что так и должно быть трудно, но как ты хочешь, конечно, будет тяжело, мать. Ты же сильная девочка, ты должна устраиваться. Ну, да, ты что же, оставай, куплю, я не хочу. Я не хочу, вообще, какие смыслы должны быть, все нормально. Да? Он курить идет. Вот так вот и бывает в жизни. Что делать в этой жизни? И надо жить так, как считаешь нужно. Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы. И щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пляжи, девчонки стоят, сторонки, платочки в руках, где ремяк, потому что на десять девчонок по статистике девять ребят.